Здравствуйте, дорогие! С вами Протеерей Константин Пархоменко. Отвечаю на ваши вопросы. Екатерина Зарайск. Здравствуйте, Отец Константин. Хотела бы узнать, можно ли православному христианину при приветствии братьев и сестер желать им Божьих благословений? Я на одном православном канале так поприветствовал, но мне сказали, что так приветствуют только протестанты, и сделали мне замечание, сказав, что благословлять может только священник. Но я же не благословляла лично, а просто пожелала. Может, конечно, это одно и то же, я не знаю. Помогите разобраться, пожалуйста. Милая Катенька, я вижу, вы человек искренний. Я вам хочу сказать вот что. Существуют традиции, основывающиеся на священном писании. То есть не просто так, где традиции придуманы. Они основываются на священном писании. В послании апостола Павла к евреям, ученые спорят, сам ли апостол Павел написал это послание, в любом случае, это перво христианское послание, раннехристианское, которое вошло в канон священных книг. В древности оно приписывалось Павлу. Сейчас ученые говорят, что слог, стиль очень отличаются от всего, что написал Павел. Возможно, что некий анонимный, великий перво христианин написал это послание, послание к евреям. Причем очень образованный, потому что по стилю послание к евреям это лучшее во всем Новом Завете сочинение, по стилю своему. Легко запомнить. Послание к евреям, 7, 7, 7 глава, 7 стих. Читаем. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. Меньший благословляется большим. Это древнейший принцип перво христианский, который существует и принят в церкви до сих пор. Меньший благословляется большим. Вот представьте, приехал к нам владыка, скажем, наш петербургский митрополит. Ну или какой-нибудь владыка, епископ, которого я очень-очень почитаю, очень люблю. Очень люблю. И я, например, общаюсь с ним, я получаю очень большое духовное утешение и радость. И когда я с ним прощаюсь, я его обнимаю. Как вы думаете, могу я его благословить сказать? Господь да благословит тебя, мой любимый владыка. Могу я так сказать? Нет. Я не имею права так сказать, потому что существует этика отношений. Меньший благословляется большим. Я меньший. И если вы когда-нибудь были на епископской службе, вы знаете, что вы можете подойти к священнику, если епископ служит или епископ в храме. И вы можете сказать, батюшка, благословите. Он скажет, Богу благослови, дочь моя. Он может так сказать, Богу благослови. Но он не имеет права перекрестить вас, дать вам руку, поцеловать или наложить на голову. Когда епископ в храме, и больший в храме, священник не благословляет. Если вы были на богослужении, когда епископ или митрополит служит, епископская служба, и священник, например, говорил, мир всем. Вы обращали внимание, что он не делает мир всем, как мы обычно делаем, рукой. Он не складывает вот так персты. Потому что в присутствии епископа, высшего, священник не имеет права благословлять священническим благословениям. Только епископ может благословлять. Я служил с патриархом. Так вот, когда патриарх в алтаре храма или в храме, то даже епископы и митрополиты тебя не благословляют, не дают руку целовать. Потому что патриарх в храме. Понимаете? То есть, хотя с точки зрения канонов это можно делать, потому что патриарх, он не выше пассану. Он просто административно выше, чем любой епископ. Тем не менее, многие благоговейно даже вот так себя ведут. То есть, такая старинная традиция. Поэтому в церкви этот принцип соблюдается. Меньше благословляет большего. И когда мне кто-то говорит, отец Константин, да благословит вас Бог. Мне, конечно, это приятно, скажу честно, приятно, когда человек вот такие добрые слова мне говорит. Но я про себя думаю, что это не положено. Не положено. Потому что в церковном смысле я выше, как священник. Хотя, конечно, я понимаю, что в человеческом, в нравственном, в духовном, во всех остальных я ниже. Но в административно-церковном я выше. Поскольку я имею священный сан, я выше, чем мирянин. Поэтому обычно священников не благословляют простые люди-миряне. Священники и епископов не благословляют. Понимаете? Епископ не может митрополита, митрополит не может патриарха благословить. Патриархи между собой друг друга не благословляют, а только целуются, только обнимаются. Друг друга приветствуют, но ни в коем случае не благословляют. Определенная субординация существует. Еще раз повторю слова из послания к евреям. Седьмая глава, седьмой стих. Без всякого же прикословия меньше и благословляется большим. Я вспоминаю случай такой, когда один архиепископ был такой у нас в Петербурге, замечательный архиепископ, владыка Михаил Мудюгин. Однажды он выступал на протестантском радио. Так хорошо душевно выступал. И в конце передачи одна посетительница, которая слушала его, говорит «Владыка, я вам так благодарна, я так вас люблю, да благословит вас Владыка Господь». И Владыка странно, который очень по-доброму, он так начал кипятиться, как его назвали, чайничек, как чайничек, бухтеть что-то и говорить, что «Неужели вы не читали апостола Павла? Неужели вы не читали? Зачем вы нарушаете апостола Павла?» Потом на радио завязалась дискуссия. Что имел в виду Владыка? Причем тут апостол Павел? Что он имел в виду? Все эти ведущие забыли послание к евреям и совершенно однозначные слова, что «Без всякого прикословия меньше да благословляется большему». Так принято в нашей церкви. Поэтому эта женщина, как бы она ни была благодарна Владыке, она не могла ему сказать «Да благословит вас Господь». Она не имеет права благословлять архиепископа. Она имела право сказать только, что «Владыка, помолитесь за меня, я буду молиться за вас, вот так, в такой форме». Поэтому, Катенька, и вы тоже субординацию определенную соблюдайте и знаете, что вы не можете благословить никого выше вас, тех, кто находится в церковном отношении или равных с вами. Не нужно вам это. А вот тех, кто в церковном отношении ниже вас, или тех, кто, ну, скажем, подчинен вам, вы можете, конечно, благословить, например, своих деток, вы можете благословить, мама благословляет своих детей, бабушка своих внуков, тетя своих племянников, ну и так далее. Господь благословит вас. Господь благословит вас.